Беларусь Миколай Улахович 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 Сегодня в Гомеле проходят мероприемства, присвященные Сусветному Дню без автомобиля. Головная мета этой акции – притягнуть увагу громадства до экологичных проблем, особенно в городах с интенсивным рухом транспорта. Сейчас на территории Гомельской области зарегистрировано больше 450 тысяч транспортных средств. Только в минулом году атмосферу от них трапило 113 тысяч тонн шкодных речевов. Это больше, чем выкидывают все промысловые предприятия региона. Подлишено, что в вынику проведения 22-го вересня акции «День без автомобиля» на Гомельшине у поветра не трапляет больше 350 тонн, забруживающих речевов. Каждый год мы проводим 22 сентября эту акцию и постоянно мы видим, что есть уменьшение. Поэтому мы призываем всех пересесть на безуглеродное топливо, то есть на велосипеды. После летнего перепынку Гомельский областный драматичный театр снова открыл дверы для своих лядашоу. Новый сезон обязает стать насыщенным на премьеры, новые проекты и сюрпризы. Ганна Ковалева зазернула за кулисы. 20-го кастричника у Гомельским областным драматичным театры стартует парад премьер. Усе проекты по первых днях сезона будут представлены за один тыдень. В этот час Гомель наведает делегации республиканских и замежных крытоков, которые будут оценивать режиссерскую и актерскую працу минулого сезона. В дальнейшем зуликом рецензии коллектив театра почти рух до национальной театральной премии. В прошлый сезон все знают, что был очень насыщенный. Это был юбилей для театра, это были славянские театральные встречи, международный фестиваль. В этом году мы продолжим гастроли, продолжим знакомить гомельчан с новыми театральными коллективами постсоветского пространства. Выник подрыхтолки до нового сезона гомельские артысты представят с 29 вересня. Премьера французской комедии «Мою женку зовут Морес» станет початком 77 сезона. Оленя, глядяши на то, что офицейное открытие заплановано только на конец вересня, у театра уже идут спектакли. С гастролями у гомель прибыл Орловский державный театр «Вольная простора». Потрясающая абсолютно публика, мы уже здесь неоднократно были. В этот раз мы привезли то, что уже гомельский зритель видел, это видел бендюжник и король, привезли то, что не видели. Это ночь перед Рождеством Гоголя, вечера на хуторе близ Диканьки. Два молодежных спектакля, в которых занята практически одна наша молодежь, в том числе мои студенты. Это «С любимыми не расставайтесь» и «Я не вернусь». В новом сезоне свою працу протягнет музычный салон. Один из новых проектов – театральные курсы. Стать студентами могут все, ожидающие, независимо от взрослых. Своим мастерством будут делиться профессиональные актеры. Лепшие студенты в перспективе примут уделы в серьезных постановках театра. И на реште до Международных дня театра тут рыхтуют грандиозный проект. Головная подъя года намечена на 27-е саковика. Однако что это для гомельских театралов станет сюрпризом. И по словах организаторов, будет он выключено приемным. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». И об спорте. Областная межгалиновая спартакиада Гомельского областного объединения профсоюзов пройшла у Речицы. Дарыши у Першиню, все лето профсоюзная спартакиада областного масштабу ладзилася у районным центры. Головная мета, которую ставят перед собой организаторы – широкая пропаганда и развитие физкультуры и спорта в працонных коллективах усталевание по межиме сябровских сувезев. У делу с поборництвах приняли 18 команд зусей в области. Усяго около 600 человек. Лепших выбирали у семи видах спорта – волейболе, мини-футболе, шматборье, яровым спорте, лёгкоатлетышные эстафете, дарте и перотягивание каната. Во упартой боротьбе вызнашились пероможцы. У агульнокомандным залику лидером стала команда областной организации белорусского профсоюза работников мясовой промысловости и коммунально-бытовых предприемствов. Другое место заняла команда Абкама профсоюза работников Аховы Здоровья. Третье – у профсоюза работников агропромыслового комплекса. Сегодня интересно работать над собой, добиваться результатов, ставить для себя цели. Но самое главное – вот такие мероприятия ещё дают, вы знаете, формат общений, позволяющих узнать ближе друг друга. Новые регионы, информацию о проектах телерадио компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте и интернете по адресе www.cvrgomel.by. На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Чебукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин